Для многих стран день 13 ноября стал символом доброты и великодушия. World Kindness Day, или Всемирный День Доброты, берет свое начало в 1997 году в Японии. В нашей стране впервые мероприятие подобного рода произошло в 2009 году в Москве в виде флешмоба. С тех пор праздник прижился и каждую осень радует людей. Сегодня принять участие в акции могут все желающие совершить искренний благородный поступок. Так и активисты регионального общественного движения «Молодежь губернии» не остались равнодушными к данному мероприятию. Ребята подготовили так называемые «Письма добра», содержащие теплые пожелания, которые дарили прохожим на улицах города. 13 ноября мы отмечаем День Добра. Конкретно с «Молодежью губернии» мы устраиваем такую акцию, как «Письма добра». То есть она призвана напомнить людям, что в мире ценятся не только какие-то материальные вещи, но и какой-то свет, счастье, радость. Мы хотим подарить вот эти вот позитивные эмоции всем прохожим, которых встретим путем дарения им вот таких писем. Главная цель мероприятия, по словам активистов «Молодежь губернии» – способствовать объединению людей разных национальностей, вероисповедания и мировоззрения. На основе искренне добрых дел и поступков можно достичь единства и взаимопонимания, сохранив при этом самобытность и уникальность. Ведь не секрет, что в современном мире все чаще человеческие чувства и моральные качества отходят на второй план, и доброты среди людей стало меньше. Мы готовимся к проведению акции на улице для раздачи всем людям писем, которые мы приготовили сами, совместно с нашим коллективом. Хотели бы вручить вам письмо, в котором написано самое теплое пожелание для вас. Спасибо. Мелоча приятная. Больше добра, счастья, улыбок и света в вашей жизни пусть будет. Спасибо. В этом письме мы подарили теплые слова для вас, чтобы оживить, так сказать, атмосферу. И вас так, с праздничком вас, мои хорошие. Здоровья, удачи самое главное. Большой любви. Спасибо. Большой-большой любви, мои хорошие. Обнимашки, сынок, хороший мальчик. Ну вот я такая сейчас с негативом иду. Газ подорожал, принесли квитанцию, полторы тысячи платить надо. Вот где вот здесь вот будет хорошее настроение и добра. Вот у нас негатив у стариков. Ну вот вы мне сокрасили всю жизнь. Как вы считаете, такие дни нужно проводить, такие мероприятия? Ну а почему бы и нет? Мне кажется, да, настроение немножечко поднимается. Мало того, что привлекает внимание, внимание к проблемам. Это объединяет людей, я так считаю. Именно вот творить добро. Давайте все вместе. Не бойтесь делать мало, это больше, чем ничего, правильно? Всем будет очень приятно. Все будут очень счастливы. Ну и в мире будет немножечко больше добра. Когда у человека плохое настроение, то есть человек, допустим, такой получил конверт, и как-то у него настроение поднялось, и на душе как бы легче, и тепло. Вот у вас осталось последнее письмо. Как вы считаете, что там в нем скрыто, и кому бы его хотели подарить? Ой, наверное, там больше пожеланий, потому что я уже вижу, там много написано. Я хотела подарить его, наверное, человеку, который, ну, по которому видно, что он грустит. Внести ему частичку добра сегодня. Делать добрые дела невероятно просто. Даже обычная улыбка незнакомому человеку уже способна творить чудеса. Желательно, конечно же, совершать добро каждый день, а не только один раз в году. Тем не менее, подобные акции помогают людям стать чуточку лучше. Главное помнить, что добро всегда возвращается бумерангами. Да, на том стоим, живем, придерживаемся вот таких же принципов. Да, что добро всегда возвращается. Творите добро, люди. Сергей Вакула, Георгий Буркин. Специально для Ахтубинск ТВ.